МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, умудрились мы вчера разбить два бокала фужера. Ну, я же один-то в дребезге разбился, а второй ножка. И разбились они не в процессе питья, а в процессе мытья посуды. Так, ну я же не выбрасываю. Ой, ой, ой. Так. Я же не выбрасываю разбитую посуду. А мы из неё сделаем подсвечник. У меня их много уже на участке. Да и раздарила я уже много. Вот эти свечки такие кругленькие таблеточками. Просто замечательно ложатся туда и горят в темноте. Так. Развела густой цемент сначала. Ну и всё, вот видите, оно. Сейчас мы её вот так вот. Так. Ну, теперь надо как-то, чтобы она поровнее-то была. Сейчас попробуем. Ну, да, самое сложное, это теперь установить её, чтобы она стояла. Нет, так не хочет. Сейчас я придумаю чего-нибудь. Ну, что, собрала инструмент всякий какой-то старый. Вот. Подпёрла. Пусть сохнет. А, я намазала эту ёмкость пластиковую вазелином, чтобы проще отставало. Бежит. Товарищ кушает уже. Добрый день, мои дорогие. Я в кофте, не удивляйтесь. Разболелась просто. Всё. И насморк, и кашель, и температура. И, в общем, всё. Вот. Вчера выложила уже поздно видео с посылкой. Уже как чувствовала, что сегодня я ничего путного сделать не смогу. Ребята мои долетели нормально, только очень долго. Я встала в 6 часов, как положено. Кота собаку покормила, комментарии там почитала и опять легла. Так что, вот такие дела. Сейчас доделаю. Тут у меня фужер в цементе сохнет. Я не знаю, на скребу на видео или нет. И опять лягу. Вот. Так. Ну что. Прошли сутки. Вот так. Получился такой вот подсвечничек для улицы. Да и для дома можно что-то. Нет, у меня сейчас ни одной свечки такой вот кругленькой таблеточки. А так она туда, её опускаешь, и она замечательно горит. Не выбрасывайте отбитые бокалы. Вот такой вот у меня висит. А этот почему-то стал пепельницей. Это тоже неплохо. Вот так вот. Даже и цветочки в них растут. Это уже падало не один раз. Уже и ручка подбивалась. Там тоже цветочек. Набило хрусталята. Привет, дельфинчик мой. У меня же еще сегодня три мужика приедут. Вот так-то тут более-менее кровало вот это поправить надо. Ну, телевизор уехал. Вот. Надо их еще заселить. Сюда. Так что особо и не поболеешь. Так, что я хотела вам сказать. Вот бусинки еще тут забыла вчера. Вот говорю, 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 девчонки. И все равно пишут мне и пишут, что с собакой и с котом делать я буду. Господи, да... Что я буду с ними делать? Во-первых, сейчас я осенью поеду. Не навсегда. Потому что у меня там еще квартира недоремонтированная. Еще в ней жить нельзя. Я же не потащу их с собой. Ну, вот прям я не могу, а? У меня и так душа болит, блин. А в них. И вот одно и то же, одно и то же. Черный-то не поедет никуда. Потому что он уже выскакивал через головы из машины. Он бездомным был всю жизнь. Куда он поедет? В какую квартиру? Вы сами-то головой подумайте. Он привык жить так, как он хочет, на свободе. Буду договариваться с людьми. Когда еще вообще купят эти дома. С кобой-то проще. В переноску, да поехали. Ой, да каждый день. Вот, ну, каждый день. Сколько я не говорю. Каждый день мне пишут. Про кота и про собаку. Господи. Так, что еще пишут? Розыгрыши. Вы знаете, я бы хоть каждую неделю разыгрывала. Но по результатам я вижу, что выигрывают те, кому это и не надо. В основном. Если люди даже не получают. Я отправляю, а они даже не получают. Лень, наверное, на почту сходить, что ли. Ну и кому нужны такие розыгрыши? Если женщина выиграла парик, они знают, куда его пристроить. Ну, это как? Я не понимаю этого. Да, керамику Алинкину я отправлю. Мои хорошие. Подождите немножко. У меня сейчас, во-первых, нет денег. 20-го числа вот будет пенсия, я отправлю. В Симферополь и еще куда-то я забыла. Ну, двоим женщинам я это поделю и отправлю. Не переживайте. Я всегда отправляю то, что обещала. Могу забыть, но надо мне напоминать. Так, ну, вроде все. Что хотела сказать. Пойду полежу, моя хорошая. Прямо. Не знаю. Что-то какой-то вирус, что ли. Потому что и Саша, и Даня все в соплях. И я тоже. Так что пока-пока, мои дорогие. Буду выздоравливать.